Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, во имя Иисуса Христа! Сегодня и вообще эти дни все, на протяжении месяца у нас приготовление к собору, Преображенскому собору нашей Церкви. И, в общем-то, уже остаются считанные дни. Даст Бог, уже на днях буду в Киеве у нас, как раз в Церкви. И получается, что будем вместе молиться, собираться. И я вообще предлагаю субботу, как раз предсоборную субботу, шаббат этот провести следующий вместе. Вот, как-то именно такой шаббат, скажу, правильно сказать, ну, мы назовем его предсоборный. Предсоборный шаббат. То есть, суббота пред собором, перед собором. Вот, как раз именно будет посвящена теме преображения, утешения. Да? Слава Богу! Вот, а сегодняшний шаббат, сегодняшняя суббота, она удивительна тем, что выпадает, ну, по гражданскому календарю сегодня 10 августа. Вот, а в библейском исчислении сегодня 9 число, 5 месяца, да? Сегодня, ну, этот месяц в традиции, народный, будем так говорить, еврейский, да? Называется месяц АВ. Месяц АВ. Ну, даже созвучно похоже, кстати, да? Август АВ. Вот. Так выпало в этом году хорошо. Значит, и 10 августа 2019 года выпало, получается, на 9 августа. 5779 уходящего года, вот, или же, если, вот я говорю, 5 месяц, да, если ввести отчет от нашего исхода из рабства египетского, то 3331 года от Моисея, от нашего выхода из рабства египетского. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, я думаю, что для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, неважно какой национальности, культуры, религии, традиции, если мы чтим Библию как Божье Слово, да, и если для нас Иисус и есть тот самый Христос, Господь, лично наш и Спаситель, кем мы живем и движемся и существуем, кто есть, действительно есть Спаситель всего мира, если для нас это действительно святое и праведное истина, то для нас 9 августа и память о разрушении храма, это, скажу так, с одной стороны, печаль, конечно же, да, со слезами на глазах, но все-таки это праздник для нас. Почему? Потому что мы живем в эпоху третьего храма, дамы и господа, мы живем в эпоху именно третьего храма, был первый храм, ну, если не читать передвижного доскини, если не читать в пустыне, будем так говорить, да, первый храм мы называем тот храм, который в Библии, да, Бог повелел сделать, и сын Давида, Соломон, он совершил это и создал храм, да, он построил храм, слава Богу, за Сулеймана, да, за Соломона, вот, и первый храм был построен тогда, при нем. Библия подробно об этом рассказывает, вот, потом по грехам нашим, да, мы читаем об этом тоже в Библии очень подробно, этот храм был разрушен, из-за отступничества, из-за многобожия, идолопоклонства, из-за, действительно, ну, грехов наших человеческих, да, отступления, этот храм, он, дом оказался пустым, и будучи пустым, он очень легко был, да, уничтожен врагами, вот, ну, да, это как вот, если чем-то наполнен, да, ну, Богом наполнен храм, то он просто-напросто непобедим, вот, он, его невозможно разрушить, но если он пустой, то все, он разрушаемый, и потом было покаяние, возрождение храма, восстановление, и уже в новозаветное время, мы читаем об этом в новом завете, сам Машиах сказал, что оставляется дом, опять-таки, пустым, и этот второй дом тоже оказался пустым, пустышкой, да, все оставляется дом, ваш пуст, Машиах сказал, Иешуа, Христос Иисус, я извиняюсь, я здесь сейчас, так вот, взял с собой такой маленький штативчик, вот, и надо здесь убрать, вот, 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 и, действительно, трагедия второго храма, она, ну, во многом повторяет как раз трагедию первого храма, и тоже совпадение, но это не просто, конечно, совпадение, безусловно, для неверующих людей это может быть просто совпадение, но для людей разумных это не совпадение, действительно, вот, потому что и разрушение первого храма, и разрушение второго храма как раз именно, в общем-то, выпало как раз на это время, вот, и 9 ава мы вспоминаем как раз разрушение и первого храма, и разрушение второго храма, две этих великих трагедии, но как и разрушение первого храма, так и разрушение второго храма было не просто трагедией, Ну, в нашем человеческом понимании, да, трагедии, но в небесном, в божественном, это не просто трагедия, это как новая эпоха, начало новой эпохи, как начало отчета нового времени. И знаете, друзья, действительно, для нас 9 ав это праздник со слезами на глазах. Это правда, со слезами на глазах, потому что, с одной стороны, это трагедия, но, с другой стороны, это праздник. С одной стороны, праздник, с другой стороны, трагедия. И для новозаветных верующих, для нас, это напоминание о том, что сейчас происходит, как бы призыв к действию сейчас, сегодня, сейчас, в эту эпоху третьего храма. Апостол Павел, кстати, еще последние годы писал свое послание, последние годы перед разрушением второго храма, и он так и написал, что «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Дух Божий живет в вас». И это удивительно. Да, это, кстати, 3.16, опять-таки, да, я одно из мест писания таких удивительных. Я обычно рассказываю, когда, ну, что-то из экклезиологии, учения церкви, то я как раз говорю, что для экклезиологии, для понимания, что такое церковь, царство Божье, да, значит, вот это первое коринфянам 3.16, оно, как бы, ну, является ключевым. «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?» Тот храм, когда Павел писал эти строки, тот храм Второго еще не был разрушен. Тот храм Второй еще функционировал. Да, но Всевышний Бог уже не принимал там никаких этих жертв. Вот, и, кстати, прямо и косвенно об этом есть много интересных свидетельств. Вот, наверное, самые трагичные и потрясающие просто свидетельства содержатся в Талмуде. В книге, которая, ну, книге традиционного иудаизма, безусловно, которая никак в симпатии христианству нельзя заподозрить, но прямо или косвенно Талмуд в десятки раз свидетельствует о том, подтверждает, да, ну, не прямо, извиняюсь, косвенно, да, косвенно, прямо нет, косвенно подтверждает то, что Иешуа и есть тот самый Машиах, Иисус и есть тот самый Христос, к которому должен прийти, который пришел реальный, который вновь придет. И самое потрясающее свидетельство как раз касательно храма. Особенно в разделе Йома, рассказывающий о Йом-Кипуре, да, дне судном, дне всепрощения, вот, Йом-Кипурим, и тоже, Бурим там есть, там тоже шрепи, шрепи нашего прощения, как бы, нашего прощения, суда и всепрощения. Вот, и последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йом-Кипурим, да, на Йом-Кипур, на судный день, не была принимаема Богом. Да, много разных было примет для священства, и все эти приметы однозначно говорили о том, что Бог не принимает жертва своего народа. Вот, ну, самый впечатляющий пример, я обычно в семинарах своих рассказываю такие некоторые эти моменты, кто более желает детально об этом услышать, как бы из моих уц, да, то, значит, вы можете семинары посмотреть по истории христианства. Я все сейчас в России, и не получается у меня записать эти курсы более подробные, не знаю, может быть, получится позже, но вот, даст Бог, на днях уже буду в Киеве у нас, в нашей киевской архиепископии, и как раз запишу более подробно семинар такой. Не знаю, может быть, на базе нашей церкви, или на базе какой-то библейской школы. Кстати, наверное, в семинаре и в школе это было бы даже, ну, как-то лучше, идеальнее было бы даже, ну, потому что, как бы, сама тема такая, она именно учебная. Хотя, я думаю, что будущее за такими семинарами, не школьными даже, не семинарскими, а такими открытыми, публичными и простым языком изложенными. Вот, и короткими такими, небольшими. Сейчас время такое, что, да, действительно, я вот учусь тоже короткие видео писать, учусь коротко излагать мысли свои, но это очень сложно на самом деле. Вот, учусь. Прошу ваших молитв тоже. Да, и спасибо огромное всем, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении Господу, кто поддерживает мое служение и в Украине, и в России. Как это сделать, если кто-то еще не в курсе, то под каждым видео посмотрите, откройте. Под каждым видео есть информация. Значит, и под этим тоже видео. Я когда заливаю на YouTube, то там автоматически все это загружается сразу, вся информация. Вот, там, значит, информация, как можно участвовать, там, и Яндекс кошелек, там, и карта Сбербанка, если в России, допустим, да, значит, номера мобильных телефонов, ТВ2 и МТС, которые пополнять надо с территории, там, России, допустим, да. Вот. Ну, сейчас век интернета, в принципе, можно с любой точки мира это делать. Вот, значит, и также в Украине это карта открытая, где приватбанка, открытая на имя одного из моих помощников в Киеве, нашего Максима, отца Максима, да, значит, и, и также, значит, там, номера мобильных телефонов Киевстар и Лайф, да, вот, они обозначены там, их тоже можно пополнять, таким образом участвовать в моем служении Господу. Хорошо, друзья, возлюбленные, вот, и сегодня Шаббат, Шаббат шалом, поэтому возлюбленный субботний мир и сам Ишуа Машиах, сам Иисус Христос является нашим Господином Шаббата, Господином Субботы, вот, и вводящий в реальность свой настоящий Шаббат, свою радость и, как вот я вчера еще опубликовал там, только на Фейсбуке, кстати, опубликовал, да, не успел я ВКонтакте и в Одноклассниках там продублировать. Я обычно стараюсь такие какие-то важные вещи дублировать, как бы, и тут же размещать, но чаще всего на Фейсбуке сейчас я размещаю, поэтому подписывайтесь там под моей страницей, на Фейсбуке там у меня там целых три страницы даже, но там на других, на двух страницах я лишь дублирую информацию об этом тоже, потому что, ну, если там на все страницы заходить, то там времени не хватит, просто 24 часа суббит не хватит, вот, и вот, и поэтому есть там официальные страницы, как бы, да, и вот основная страница там, где на, как бы, как аватарка, да, как картинка, да, а там видео, сюжетик, на коробке там, из торжка записанный, где мы там приветствуем сейчас всех. Слава Богу! Аллину и я! Да, друзья, Третий храм соседается на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Да, камень, отвергнут строителями, религиозное мышление, оно не вмещает откровение Божие, действительно, и противится Божьему Слову часто, истине именно противится, беря часто лишь букву Слова, формально, соглашаясь со Словом Божьим, его саму суть, сам Дух Слова Божьего, отвергающий, рему. Вот, и религия может брать графы, может брать логос, но не рему Божью, рема Божья, если по-гречески рассуждать, да, рема, как откровение Божье, да, именно сама суть Слова Божьего религия не воспринимает, это именно воспринимает вера, я как раз тоже подчеркнул, подчеркнул, вот, именно противоречие веры и религии. Это как раз вот там белый лев такой с девушкой и, ну, как намек такой, как пророческий на церковь, да, и на жениха нашего возлюбленного. И там слова этой песни опубликовал я. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви безусловной любви отца. И там потрясающие слова, как раз говорящие об этой бездне Божьей любви, в которую мы погружаемся, как в океан. Бездна бездну призывает и вот бездна внутри нас бездна, потому что мы созданы Богу, с подобием Богу, и Богу подобны. У нас есть бездна, которую ни философия, ни религия не может заполнить. Да, на время делают вид, что подбеливать стены, будем так говорить, изображают, он стойки как бы заполняют, на самом деле нет, на самом деле лишь живой Бог может заполнить бездну, но при нас, бездна, бездна, призывает. океан наш призывает Божий океан, безбрежие наше призывает безбрежие Божье. Аллилуйя! Слава тебе, Господь, слава тебе! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мил. во имя Иисуса Христа Аминь. Благоставляю всех вас, возлюбленные братья, сестры, благоставляю сегодня весь третий этот храм Божий, уже созидающийся два тысячелетия без малого на крови Христа, на великом откровении Евангелия Царства Божьего, на жертве Голговской, да, на любви Божьей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал самого себя за нас, отдал Сына Своего, Единородного Своего, кровушку свою за нас пролил, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я имею жизнь вечную благодаря крови Иисуса Христа. Мы имеем спасение, исцеление, благословение все благодаря жертве Голговской, благодаря жертвенной Божьей любви. Слава Богу! Благоставляю всех вас, возлюбленные. И, конечно же, 18 августа, воскресенье следующее. Ожидаю всех вас у нас в Киеве на конференции нашей. Ну, конференция звучит немного неблагозвучно. Именно собор, именно собор. Мне все-таки это слово больше нравится. Православное собор, как собрание, но даже не просто собрание. Собор это... Я всегда, когда говорю собор, я подразумеваю, что вот папа и дети, Бог собирает нас, как птица птенцов своих. Бог собирает нас, как, не знаю, как... Ну, как птица птенцов, как отец своих сыновей и дочерей, своих детей собирает и благоставляет всех нас во имя Господне. Аллилуйя и слава тебе Господь. И темы преображения, конечно, будет преображение собора. Это будет при празднестве Божьего преображения Господа Бога и Спаса наших Иисуса Христа. Я как раз буду говорить о преображении и жизни верующего, о преображении наших семей, о преображении наших общин, зерквей, о преображении конфессии, динаминации, организации вот таких больших жилетвей христианства и о преображении всего тела Машеха, всего храма Божьего, третьего храма Божьего. Потому что перед пришествием Господним происходят потрясающие по своей значимости события и еще должно произойти многим событиям потрясающим, о которых так вот загадочно так по чуть-чуть рассказывает нам Слово Божье и как более детально и подробно открывает нам Слово Божье Святой, который с нами, который в нас и среди нас. Слава Богу! Благоставляю всех вас, Господи наеху! Шаббат шалом! Субботний мир! Господний мир! Шаббат, 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 шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат, 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 шалом! Попробую, как селфи-палку так использовать. Этот шпатив, он легкий. Шаббат, 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 шалом! Шаббат, шаббат, шалом! Шаббат, 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 шалом! Шаббат, 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 шалом! Субботний мир! Господний мир! Шаббат, 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 шалом! Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. От Авину Хай, наш отец живой. От Авину, От Авину, От Авину Хай. Ам Израиль Хай, Ам Израиль Хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль Хай. Благословляю всех вас, друзья. Вот здесь хорошее такое место тенистое. Кстати, сейчас немного уже дождик, опять начинается дождливое такое холодное лето. Но самое главное, чтобы солнце правды горело в наших сердцах, чтобы верующие, чтобы действительно, чтобы мы наполнялись Богом и пропитывались им. Это самое основное, самое главное. Пусть Бог благословит всех вас, возлюбленные братья и сестры. Благословляю каждого из вас во имя Господне. Аллилуйя! Шалом, алейхем, всем вам желаю мира, всем вам желаю мира, всем вам желаю мира, мира во Христе. Аллилуйя! Шалом, шалом, Yерусаллахи! Шалом, шалом, Yерусаллахи! Шалом, шалом, Yerushalayim! Шалом, шалом, Yerushalayim! Шалом, шалом, шаббат, шалом! Шалом, 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 Yerushalayim! Шалом, шалом, субботний мир, Господний мир! Шабат, шаббат, 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 шалом! Субботний мир, Господний мир! Шаббат, 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 шалом! Аллилуйя Слава тебе, Господь Благословен ты, Царь Вселенной Благословен ты, Спаситель наш Искупитель Рода Человеческого Аллилуйя, благодарю тебя За третий храм твой Созидаемый уже два тысячелетия Ибо никто не может положить Другого основания, кроме положенного Которое есть Иисус Христос Одно основание И куполом этого храма Является сам Машиаха Ишуа Глава Церкви Христос, Аллилуйя И весь этот храм Божий Называется телом Машиаха Телом Иисуса Христа Аллилуйя Благословляю всех вас Из города Тулы, Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя, Киевская Архиепископия Мир всем вам и благодать умножится Друзья, ну а те, кто Не сможет быть вот на соборе А то Телом отсутствия, но духом Присутствуйте с нами, молитесь Хорошо? Молитесь об этом соборе Вот, и по возможности участвуйте Финансово Вот, и в этом соборе В служении, слава Богу Пусть Бог благословит вас До встречи И на земле, и на небесах Шалом, мир всем вам Мир всем Шалом Вот здесь Вот здесь Очень красивые цветы Да, красота Самое Самое Сильное Как раз Явление Бога Человеку Через рассматривание Творений Видна его любовь Любовь нашего Отца Творца Спасибо, Господи Спасибо За Твою любовь Спасибо За эту благодать Иисус, спасибо За все спасибо Аллилуйя Тогда поет Мой дух Господь тебе Как ты Вели Как ты Вели Тогда поет Мой дух Господь тебе Как ты Вели Как ты Вели Аллилуйя